Здравствуйте, дорогие горожане! Для вас работает телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорит». Сегодня у нас, как обычно, обзор событий Рязани, города утомленного жаждой и пропахшего жутко душистой питьевой водой. Разберемся сегодня и с водой, и с благоустройством нашего дорогого города, и с тем, что за финансовую пирамиду накрыли правоохранители, и вообще поговорим на тему «Как дела Рязань?» – не главное на сегодня. Что там с водичкой? Ответственные службы наконец-то выдали комментарии по поводу вчерашнего инцидента с отвратительным запахом воды в рязанских квартирах. Догнать и перегнать Мавроди – рязанские полицейские сообщили о пресечении деятельности финансовой пирамиды. Побольше бы нам открытий чудных. Еще один детский сад начал работать в Рязани после реконструкции. Ну а теперь обо всем подробно и конкретно. Сказать о том, что вчера состояние воды в кранах множества квартир в песочне напугало жителей, это значит не сказать ничего. Телефоны ответственных организаций от водоканала и Роспотребнадзора до МЧС и редакции местных изданий сотрясались от звонков. Оперативно отреагировали только репортеры, а вот ведомства напряглись. Первые относительно внятные комментарии пришли только сегодня. Оно и понятно. Как говорил Жорж Милославский, такие вопросы, уважаемый посол Скандачка, не решаются. Да и то начни комментировать. А как все на завтра выйдет, еще и непонятно. Так и теплое местечко можно потерять. Очень даже просто. Сегодня первые согласованные версии ЧП у ответственных руководителей ведомств все же появились. Теперь обо всем по порядку в репортаже Оксаны Тебенихиной. Если вы считаете, что вам оказывают некачественные услуги водоснабжения, то можно провести независимую экспертизу, как в том числе сделали жители Турлатова, обращаясь за своей защитой в Рязанский районный суд, который вынес решение о взыскании компенсации за причиненных нравственных и физических страданий в результате поставки некачественной опасной воды. Жители Советского и Октябрьского районов просто не успели провести экспертизу воды. С вечера понедельника и до утра сегодняшнего дня люди буквально боялись подходить к раковинам. Запах от воды из-под крана шел такой, что руки было страшно мыть, не то что еду на ней приготовить или чай вскипятить. Вода стала странной, она стала пахнуть очень неприятно и даже это тогда не останавливало. Ну вот в смысле только не помылась, ну там руки помыла, да и не обратно, в общем особо даже не подумала. С утра на следующий день при закрытых окнах пластиковых включаешь воду в ванной, например, да или на кухне, помещение запахом наполняется очень неприятным. Вот честно говоря, каждый говорил по-своему. Я училась на санфаке в рязанском меде, поэтому я понимаю, что это гипохлорид был, которым у нас обрабатывают воду и еще второй запах. Ну честно говоря, больше напоминающий канализацию. Поступило очень много обращений жителей города Рязани на недоброкачественную воду, в частности на наличие постороннего запаха. Управление Роспотребнадзора дало поручение ФУБУЗа Центра гигиены и эпидемиологии об отборе проб воды, активной воды, в мониторинговых точках. В то же время муниципальному предприятию водоканал города Рязани было предложено ввести усиленный режим по контролю за качеством и безопасностью воды. Все эти мероприятия выполнены. Пробы воды на формальдегид, фенольные индексы, йод, нитраты, нитриты, аммиак и так далее. Водоканал исследовал даже не токсичные вещества, как кадры, свинец, ну и так далее. Никель, вот сульфаты, хлориды, четыреххлористый углерод, хлороформ. Ну, превышений по этим веществам ни в той, ни в другой лаборатории не выявлено. Каких-то конкретных результатов, объясняющих причины столь неприятного запаха питьевой воды, пока нет. Зато теории выдвигаются как народом, так и специалистами самые разные. То водоросли с химикатами в реакцию вступили, то выброс какой-то от травы в реку произошел, а то и совсем мифические догадки выдвигаются. Мол, это в ходе заговора Всемирного враги злую бактерию в воду запустили. Хотя официальных известий об отравлении граждан не поступало. Уточним, официальных. Анализ, который требовал подготовки и требовал времени, это микробиологический анализ, который был взят вчера. И данные лабораторных исследований, окончательные, были только сняты сегодня утром. Поэтому полный анализ был, безусловно, готов утром. Но уже вчера сказали, что вода безопасна, и поэтому употреблять в пищу ее можно. Сейчас запах практически пропал, и все же посоветуем рязанцам воду перед употреблением прокипятить. Пить ее из-под крана себе дороже. Впрочем, как и всегда. Понятно, что теперь водосистему надо промывать, крана открыть, да пусть течет водица, пока в норму не придет. Во всяком случае, так посоветовали в одном из рязанских ведомств песочинцам. А теперь вопрос. Воду включить недолго. А кто платить будет за такие реки разливанные? По счетчикам, если то денежки немало и набегут. Вот и получается, что сначала едва до инфаркта не довели таким жидким ужасом. А теперь народу заметно потратиться придется. Вот она какая, водяная, правда, выходит. Ну, есть у нас и добрые известия, например, об открытии детсада. После реконструкции распахнул двери для малышни сад номер два. Но сначала в детское заведение пришли вполне взрослые дяди и тети из властных структур. Ну, а как же за всем глаз нужен? Особенно там, где дело касается строительства и ремонта. Детский садик номер два после масштабной реконструкции наконец-то открыл свои двери для детишек, проживающих в советском районе. Когда-то двухэтажное здание подросло на этаж, что обеспечило более 40 мест. Что очень помогло в решении проблемы очередей в дошкольных учреждениях. По 25 муниципальным образованиям проблем вообще уже нет у нас. На всякий случай, скажу, у нас 29 муниципальных образований. Сейчас должны мы ввести ближайшие дни, месяц, может быть, в течение месяца детский сад в Михайлове, новый детский сад, который построен. Мы продолжаем строительство детского сада в Листвянке, продолжаем строительство детского сада в Сараях, продолжаем строительство детского сада в Шацком районе. И еще продолжаем. Еще два детских сада должны ввести после реконструкции в Рязани. И один новый детский сад в Рязани еще построить. Большой, огромный детский сад. Мы планируем в следующем году продолжить эту тему, потому что у нас остается проблема детей двухлеток. И я думаю, как решить эту проблему уже в течение 2015 года окончательно и бесповоротно. Это необычный детский сад. Здесь в группах проводятся дополнительные занятия, направленные на развитие детей с отклонениями речи и опорно-двигательного аппарата. Также имеется группа для малышей с туберкулезной интоксикацией. Полновесный центр развития ребенка, да и только. Поэтому и внимание садику уделяются особенные. У меня такое отношение. Это мой второй дом. Как у всех членов нашего коллектива. Это на самом деле некрасивые слова. Потому что мы все продумывали все до мелочей. Цвет стен, цвет штор, какие игрушки, какая мебель, что где как будет стоять. И мы очень рады. Это вот как у тебя дома произошли большие и хорошие изменения. Сегодня состоялось очередное заседание Рязанской областной думы. С отчетом его парламентской встречи Глеб Галушкин. На очередном заседании Рязанской областной думы обсуждался целый комплекс социально важных законопроектов. Прежде всего депутаты утвердили изменения в региональный бюджет текущего года. Доходная и расходная части областного бюджета увеличены на дополнительно поступившие из федерального бюджета почти 15 миллионов рублей, предназначенные на лекарственное обеспечение. Еще депутаты рассмотрели и утвердили закон о повышении со следующего года налога на имущество организаций. Теперь для административных, офисных и торговых центров ставка этого налога будет составлять от 1,5 до 2% кадастровой стоимости, сдаваемых в аренду площадей. На нынешнем заседании депутаты облдумы приняли сразу два важных закона, направленных на борьбу с алкоголизацией населения. Первый – это запрет продажи спиртного в нестационарных торговых точках, даже если они оказывают услуги общественного питания. Поправки к действующему законодательству приняли сегодня. То есть в киосках и палатках теперь нельзя будет найти никаких горячительных напитков. А вот алкогольные энергетические напитки в регионе вообще продаваться не будут. Дело в том, что тонизирующие напитки, они в основном употребляются молодежью и имеют такой специфичный вкус, который молодежь как раз привлекает. Они легко пьются и за счет этого происходит алкоголизация молодежи. Этого нельзя допускать. И с целью борьбы с алкоголизацией в нашем обществе я считаю, что этот закон как раз своевременно принят. Второй же закон – это запрет продажи несовершеннолетним без алкогольных энергетиков. Ограничения коснутся тонизирующих напитков, содержащих кофеин, туурин, а также ряд аминокислот. Те напитки, которые не подходят нам под вино, пиво, спирт, алкоголь, коньяк, их называют тониками, скажем так. Они в красивых баночках продаются у нас в ларьках, в магазинах. Вот мы хотим запретить их, в принципе, на территории нашей региона, чтобы они реализовывались. Законопроект принят в первом чтении. Поправки к нему будут сноситься до 10 октября. Надо сказать, что сейчас в Рязани идут большие работы по благоустройству, причем не так, как это было еще недавно. Народный гнев, хочешь не хочешь, а сказывается на работе рязанского начальства. Вместо зеленых зон торговые центры строить все-таки запретили. Теперь вот земельные участки в Рыбновском районе возвращают в госсобственности, отдают многодетным семьям. Тоже дело. Какое-то время назад песочинские жители зорко смотрели за работами на советской армии. Не появится ли и там фундамент очередного супергипера и прочего маркета. Речь идет о территории, где вчера было открытие сквера с яркими площадками и прудиками. Тоже к вящему людскому удовольствию и, как говорится, народный поклон. Таким образом, строительные векторы на местах пустырей и диковатых зарослей все же поворачиваются в интересы горожан. Зеленые зоны так и остаются зелеными. Благоустройство парка на улице советской армии – лучший пример того, как с одной стороны сохранить рекреационную зону, с другой – эффективно использовать существующие земельные возможности. Зеленую зону у кинотеатра «Октябрь» трудно было назвать любимым местом прогулок жителей Дашковой песочни. А о благоустройстве здесь не было и речи. А вот что раньше на этом пустыре, наверное, был пустырь, все-таки не площадка. Вот сейчас будете… Овраг, овраг был. Овраг, то есть вообще ничего не было здесь, да? Ничего не было. Заросли, деревья, овраг. А вот сейчас вот мы видим… А сейчас вот это красота, да. Давно бы хотелось такого. Создание «Лучший в городе» на рекреационной зоне стало возможным благодаря соглашению с заключенному властями и инвесторам, получившим разрешение на строительство в этом районе торгового центра. Так, благодаря частным инвестициям, здесь появились не только скейт-роллер-дромы, универсальные спортивные площадки, но и пруды. Я считаю, что вот это то, что вы должны делать, там, где у нас есть вот эти зоны неухоженные, надо превращать вот в такие скверы, в такие пакеты. И сегодня я стараюсь перевести работу с бизнесом именно в эту плоскость. Социализация, пожалуйста. Ты строишь какой-то микрорайон, какой-то квартал, сделай там офис врача общей практики, сделай там детский сад, если он необходим, сделай там сквер небольшой, значит. И люди будут по-доброму относиться к предпринимателю. У этой березовой рощи на границе Прекского поселка и микрорайона Канищево теперь тоже появилась перспектива благоустройства. Ее нынешнее состояние привлекает для прогулок не молодых мам с колясками, интеллигентных пенсионеров, а личности, прямо скажем, асоциальных. По проекту, который 12 октября на общественных слушаниях представит Северная компания, рощу предлагается расчистить, установить игровое и спортивное оборудование. А в том месте, где исторически расположена просека под линию электропередач, построить многофункциональный детский центр. Мы здесь хотим стать пионерами в плане, скажем так, обременения по благоустройству, чтобы все остальные застройщики тоже брали с нас в пример и поступали таким же образом. Потребность в так называемом дополнительном образовании в Московском районе огромная. Действующий центр детского творчества «Приокский» работает на полную мощь, но принять всех желающих ребят он не в состоянии. К общественным слушаниям, которые, напомним, пройдут 12 октября, Северная компания подготовит 3D-модель нового центра и того, какой роща может стать через год. Оценить это приглашают всех желающих. Сегодня рязанские полицейские сообщили о пресечении деятельности, ни много ни мало, о целой финансовой пирамиде. Так, глядишь, по нашим местным темам начнут и криминальные сериалы снимать. Не все же Санкт-Петербург в этом плане отдуваться. Глеб Галушкин с подробностями о разоблачении злодеев. Рязанские полицейские сумели выявить и пресечь деятельность организованной преступной группы, которая в Рязани соорудила так называемую финансовую пирамиду. Злоумышленники действовали по известному принципу, когда доходов в общую кассу вносят пребывающие вкладчики. Впрочем, сообщается, что мошенники усовершенствовали принцип отъема денег у населения. Например, организаторы пирамиды предлагали вначале своему клиенту погасить за него образовавшийся долг. Но за это человек затем должен был зарегистрировать на себя какое-нибудь ИП или ООО и взять в банке кредит, якобы для развития бизнеса. Никто отдавать этот кредит за обманутого человека, естественно, не собирался. Полученные таким образом деньги злоумышленники тратили на дорогие машины и недвижимость. По предварительным данным, среди обманутых вкладчиков могут быть сотни рязанцев. Сумма выявленных хищений превышает 100 миллионов рублей. Сейчас все организаторы и участники задержаны. По факту мошенничества в офисах организации ведутся обыски. Сейчас в нашем эфире будет программа подробностей. Ее ведет Олеся Харлина. А в гости она ждет руководителя благотворительного фонда «Наши дети» Наталью Епихину. Речь пойдет о недавней поездке рязанских ребят в Европу и о том, как бы нам перенять хороший опыт, так сказать, западных партнеров. А наше время говорить на сегодня закончилось. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин